Продолжение следует... 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 что действие режима и его сторонников соответствуют их словам. Не только мы. В Москве я заявил о том, что это слова на бумаге. Имеет значение только действие. И это настолько же вправе сегодня, как мы в чем. У нас остались небольшие проблемы нерешенные. И в течение последующих дней наши эксперты будут заседать здесь, чтобы завершить обсуждение этих последних технических деталей и пойти вперед с тем, чтобы принять необходимые шаги к укреплению доверия и преодолению буквы недоверия, которые имеются со всех сторон. Например, нам необходимо видеть четкое выполнение соглашения о прекращении огня со стороны режима. Мы даже необходимо видеть возобновление беспрепятственного и устойчивого восстановления коммунитарных помощей для всей Альпо труднодостижения района, включая Альпо в соответствии с процедурами и планы. Если мы сможем добиться своих целей и будем в состоянии использовать жизнь в ручной и срочной соглашении о прекращении огня, тогда мы действительно будем иметь возможность произвести радикальные изменения в траектории. Но, как я говорил с самого начала, конфликт не завершится без политического решения. Именно поэтому, как только будут решены остающиеся восстановления и политические вопросы, и будет достаточно добрая воля для организации продуктивных диалогов, спецпредставители ГУССКОРЯ ООН Степан Демистория побольше несказали о гоноцах столу переговоров и о политическом переходе. Поэтому наша основная задача. Это единственный способ прекращения ужасающей войны. Это был единственный возможный путь в направлении к миру, безопасности и нормальности, который желают из основных населений Симии. Мы очень благодарны, Сергей, за приезд сюда в Женеву, за исключительную войну, за большое терпение, когда мы говорили между собой и с Вашингтоном. Я отвергаю, что вы ставили на высоко цене позиции у нас, что с близкими словами, что обещали в другой контексте. Мы не будем слишком спешить с Вашингтоном до тех пор, пока мы не будем полностью удовлетворять нуждам сирийского народа и способности народного сообщества решать эти проблемы таким образом, чтобы показать реальные результаты. Вот к чему мы стремимся. Спасибо за внимание. Уважаемые дамы и господа! Я знаю, что многие заключали пари. Побъемли мы сегодня рекорд по продолжительности наших переговоров, но нет, московский рекорд остался незыблемым. На один час меньше мы сегодня потратили времени. Но я считаю, что мы, как сказал Джон только что, сделали несколько очень важных шагов вперед в дополнение к московским договоренностям. Тот факт, что мы не распространяем документы, не означает, что мы не находим все больше и больше точек соприкосновения. И мы обсуждали сегодня те вещи, которые позволят, как сказал Джон, найти технические решения к принципиальным договоренностям, которые мы заключили в Москве, о необходимости добиться устойчивого прекращения огня. Нарушения продолжаются со всех сторон. О необходимости отмежевать, наконец, оппозицию, которая присоединилась к режиму прекращения огня, от Нусра, ИГИЛ и прочих террористов. И мы обсуждали о том, как наиболее эффективно и срочно решать гуманитарные проблемы, обеспечивать доступ к помощи в районы, которые в этом нуждаются. И в этом контексте говорили мы не только про Алеппо, хотя Алеппо занимало основное место в наших дискуссиях, но говорили мы и про то, что происходило и как происходило в Менбидже, в Хасике, в других частях Сирии. Ну и не только Сирии, но и как гуманитарная ситуация складывается в Ираке, в Йемене, где международные наблюдатели тоже фиксируют тяжелейшую гуманитарную ситуацию. Мы исходили из того, что говорить об этих тяжелейших проблемах, о страданиях людей, мы должны не как журналисты, не как люди, которые просто изливают эмоции в одну или в другую сторону, а как профессионалы, которым положено, как дипломатам, вместе с военными искать конкретные решения. Еще раз скажу, что визит Джона в Москву 15 июля был очень полезным, и те базовые принципы, которые были согласованы в ходе наших переговоров и закреплены в ходе встречи Джона Кеви с президентом Путиным, сегодня получили дальнейшее развитие. По причинам, о которых Джон упомянул, нам еще необходимо довести до конца, совсем немного, я бы сказал так, вопросов, которые требуют конкретизации, и наши эксперты продолжат эту работу в Женеве на следующей неделе, и рассчитываю, что в самое ближайшее время мы уже сможем представить на суд международной общественности результаты наших совместных усилий. Дается это непросто, наверняка вы видите и слышите то, что происходит, то, что говорят в различных столицах, но достижением уже является то, что мы смогли и продолжаем стараться сократить зоны недопонимания и снизить, наверное, это самое главное, снизить уровень недоверия друг к другу. Без полной открытости, без доверительности те задачи, которые мы поставили перед собой, которые были согласованы в ходе контактов, личных контактов и по телефону между президентами Путиным и Обамой, не поддаются решению. И мы последовательно с каждой нашей встречей, с каждым нашим телефонным разговором укрепляем это доверие и надеюсь, что очень скоро вы почувствуете от этого весьма серьезную пользу. И главное, почувствуют сирийцы, почувствуют все, кто в этом регионе испытывает негативные последствия сирийского кризиса. Мы договорились о конкретных направлениях, по которым мы будем работать со сторонами России, с правительством и с той оппозицией, которая с нами взаимодействует, Соединенные Штаты с оппозицией, которая сотрудничает с ними, и с региональными партнерами будем работать и мы, и наши американские коллеги, с тем, чтобы устранить препятствия на пути устойчивого соблюдения режима прекращения боевых действий. Упомяну здесь еще раз проблему, когда отряды, сотрудничающие с Соединенными Штатами и с коалицией, которую Соединенные Штаты возглавляют, находятся на тех же территориях, что и Джабхат Ан-Нусра, и не просто находятся там, а периодически взаимодействуют с Джабхат Ан-Нусрой, участвуют в ее операции. Без размежевания нормальных, здоровых оппозиционных сил и террористов я не вижу возможности обеспечить по-настоящему длительное и полноценное прекращение боевых действий, к чему мы все стремимся. И я с удовлетворением отмечаю, что понимание этой задачи у нас с американскими партнерами становится более четким. Говорили мы о предельно конкретных шагах и согласовали эти шаги практически до конца, но еще нужно поставить несколько точек, и наши эксперты будут этим заниматься, в том, что касается обеспечения гуманитарного доступа нуждающимся гражданам Сирии, прежде всего в районе Алеппо, как в его восточную часть, так и в западную часть. И здесь у нас, повторю еще раз, очень предметный разговор был, и договоренности, уверен, в ближайшие дни наши эксперты доведут до конца. У них есть абсолютно целенаправленные задачи, которые мы перед ними поставили. Эти задачи сформулированы, и они будут этим руководствоваться. Говорили мы и о том, как поступать с нарушителями режима прекращения боевых действий. Это тоже очень тесно связано с необходимостью отмежевать нормальных оппозиционеров от террористов. Хотел бы еще отметить то, что мы сегодня договорились интенсифицировать двусторонние контакты, которые в последние несколько недель как-то провисли, замерли. Я имею в виду и контакты между нашими представителями в Женеве, которые до недавнего времени были, по сути дела, повседневными, так и контакты между руководством российской военной базы в Хмеймиме и представителями американского командования, которые расположены в орданской столице Аммани. Уверен, что повседневный диалог без каких-либо перерывов является ключом к тому, чтобы все наши задачи были реализованы. И Джон упомянул про политический процесс. Это наша главная цель. Чтобы к ней прийти, мы будем добиваться успокоения ситуации на земле, будем добиваться улучшения гуманитарного доступа. Но здесь не может быть, по нашему глубокому убеждению, каких-то предварительных условий. И если ждать, пока ситуация успокоится на 100%, и только потом начинать политический процесс, то можно ничего не добиться. Здесь все взаимосвязано. Да, сокращение уровня насилия поможет собрать стороны за столом переговоров, но точно так же и начало процесса, начало переговоров позволит снизить напряженность на земле, позволит более эффективно влиять на антагонистов и с нашей стороны, и со стороны Соединенных Штатов. Мы встречались сегодня со Стаффином Демистурой. У него есть интересные и конкретные идеи и о том, как решать, помочь, как использовать ООН для того, чтобы помогать решать гуманитарные проблемы. И это тоже будет частью нашей дальнейшей работы. И у него есть планы по возобновлению, а по сути дела, по началу политического переговорного процесса. Потому что прямых переговоров, о которых мы договаривались давно, и концепции, которых закреплена в резолюциях Совета безопасности, до сих пор не начиналось. Мы всячески поддерживаем такой настрой Стаффина Демистуры. Мы считаем, что уже эта задача перезрела. И нужно в самое ближайшее время объявлять о созове прямого раунда переговоров между правительством и всем спектром оппозиции. Это я хочу особенно подчеркнуть. Необходимость обеспечения инклюзивного характера переговоров, включая инклюзивный характер делегации от оппозиции, закреплена в резолюции Совета безопасности, и ее нужно выполнять. Ну и, как сказал Джон, говорили мы и о других вопросах, которые стоят на международной повестке дня. Это касается и Украины. Мы ценим заинтересованность Соединенных Штатов, нынешней администрации Соединенных Штатов, в том, чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки процесс выполнения минских договоренностей. У нас есть двусторонний канал, который достаточно регулярно задействуется, и мы считаем, что этот канал может реально помочь тем усилиям, которые предпринимаются в нормандском формате. Ну и обсуждали некоторые двусторонние вопросы. Их, как вы сами понимаете, в нынешней ситуации немало. Но я убежден, что коренные интересы России и Соединенных Штатов заключаются в том, чтобы мы имели нормальные отношения между двумя государствами, между двумя народами. И думаю, что сегодняшняя встреча еще помогла двигаться в этом направлении. Во-первых, господин Герри, в дополнение к оставшимся вопросам, Соединенные Штаты считают себя в силах разделить силы, признавая перекрытие с анонсера. Что можно сделать и что сделано? Господин Лавров, вы сказали, что военное решение не является конкретным решением, надо найти политическую волю. Вы договорились о чем-то в этом плане? Каковы вопросы коммунитарной катастрофы? И Соединенные Нации описывают все время наряду с эвакуацией. Таким образом, какие гарантии вы можете дать для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию населения? Спасибо. Итак, в отношении вопроса анонсера. Это сложный вопрос. Мы находимся на территории, где имеется оппозиция, и анонсер они почти всегда занимают одни и те же территории. Так вот, я уже говорил, вопрос удобства. Анонсера может воспользоваться одним или иным подходом, или иначе переначать ситуацию. Так вот, есть ли какие-то полезные результаты этой ситуации? Мы, собственно, именно этими деталями будем заниматься, над которыми мы работали в течение последних недель. Поэтому мы считаем, что есть действия, которые могут быть предприняты для того, чтобы решить эту проблему. Некоторые из нас привлекают или касаются привлечения других государств, которые поддерживают различные группы. Есть влияние на эти группы. Мы имеем возможность помочь в разделении. В дополнение к этому Носра является признанной многими террористической организацией. Это Аль-Кады. И никакое изменение Носры не прячет ничего, что делает Носра и что пытается сделать. Поэтому мы имеем, конечно, силы и возможности, как мы заявляли в прошлом, заняться Носрой и относиться к Носрой, как мы относились к ДАИШ. Мы имеем в этом регионе своих союзников, Францию, и будем в дальнейшем этими союзническими отношениями пользоваться. Далее гарантией ситуации. Позвольте сказать это или сформулировать это так. Мы здесь, потому что, как я сказал в моем открытым заявлении, никто из нас не удовлетворил, ни один из нас не удовлетворил, что происходит в отношении прекращения военных действий и его права применения. Мы имеем различные мнения в отношении причин, но мы убеждены и обязаны найти пути для того, чтобы добиться прекращения военных действий, добиться их более эффективного применения и осуществления. И некоторые детали касаются... Что мы сейчас не хотим сделать никаких объявлений делать. Я лично от себя говорю. Президент Обама говорил о некоторых обязательствах. Так вот, это увязывает все это с последними двумя объявлениями. Мы полны решимости действовать, не теряя уверенности и прийти в конечном итоге и возможности решить эти вопросы. Но до того, как мы это сделаем, никто не должен делать объявлений, которые, в конце концов, приведут в провал. Это очень важно иметь в виду. Потому что очень много в ходе упоминалось и наших переговоров, и переговоров о иранской проблеме. Но это другие вопросы. Мы должны стремиться к эффективности. Мы должны добиться более стабильного региона, более безопасного и затем собраться за столом в Женеве и найти политическое решение. И я, работая над этими деталями, уверен, что вы в скором времени первыми узнаете об Аппитатах. Здоровых оппозиционных сил и террористов мы понимаем, что это сложная задача, потому что Джабхат Ан-Нусра мимикрирует, меняет название, придумывает какие-то новые зонтики, под которые они собирают различные группы, формально не входящие в Джабхат Ан-Нусру. И это, конечно, требует очень пристального внимания и очень глубокого анализа, но это нужно делать быстро. Мы стараемся помочь нашим американским партнерам эту задачу решить. Сегодня мы ознакомили их с информацией о том, как мы видим состав Джабхат Ан-Нусра, какие более мелкие группировки входят в эту структуру. И уверен, что наши коллеги посмотрят на эту информацию, и она может оказаться полезной для них. Мы, кстати, сегодня тоже получили впервые от наших американских коллег перечень организаций, которые присоединились к режиму прекращения боевых действий через американскую коалицию. Напомню, что список тех организаций, которые включаются в режим прекращения боевых действий через наш Центр по примирению в Хмеймиме, мы давно и регулярно передаем американским партнерам и обновляем его, по сути дела, еженедельно. Теперь, что касается Дараи. Как я слышал, операция по выходу из Дараи всех тех, кто хотел это сделать, завершена. Эта операция осуществлялась на основе договоренностей между правительством Сирии и теми, кто находился в Дараи. Это касается прежде всего вооруженных групп. Те, кто захотел, были вывезены на автобусах Сирийского общества Красного полумесяца в Идлиб вместе с оружием, между прочим. Те, кто захотел поступить иначе, вышли оттуда и будут интегрированы в нормальную гражданскую жизнь. Это пример, который, я думаю, будет востребован. По крайней мере, мы уже сегодня, наши представители в Хмеймиме получили сообщение о том, что еще один район Сирии заинтересован в том, чтобы аналогичную операцию организовали при посредничестве Российской Федерации. Ну и о том, что касается того, чьи военно-воздушные силы чем занимаются. Понимаете, мы ведь ведем речь не о том, чтобы кто-то прекратил летать. Мы ведем речь о том, чтобы авиация, которая работает в сирийском небе, эффективно боролась и с ИГИЛ, и с Джабхатан-Нусрой. И об этом мы тоже говорили прежде всего в Москве, достигли конкретных пониманий. Эти понимания будут реализованы после того, как детали технические, которые пока еще у нас остаются, будут согласованы. И вся эта схема, о которой Джон говорил, и о которой мы пока не можем придавать огласки, начнет действовать. Но задача наша состоит не в том, чтобы перестали летать те или иные участники этого конфликта, а в том, чтобы те, кто летает, бомбили террористов. Пока у нас координация в этом вопросе не налажена с американскими партнерами, с коалицией, которые США возглавляют. Но это одна из задач, которые мы решаем, начиная с московской встречи. И надеюсь, что сегодняшние переговоры и предстоящие окончательные технические договоренности экспертов помогут нам приступить к ее решению. Саргон Хадараштудэй, вопрос вам, Сергей. Вашингтур Ю, мистер, на севере Сирии. И по-вашему, насколько заявление Турции о закрытии границы поспособствует борьбы с терроризмом непосредственно в районе города Алеппо? И если позвольте, второй вопрос министру Керри. Вы поддержали курдское ополчение, так называемые сирийские демократические силы, когда они переходили Ефрат в сторону Минбиджа, а потом попросили их перейти назад, на восточный берег. Как вы относитесь сегодня к курдам на земле? И по-вашему, как вы видите роль курдов в политическом процессе, в то время как ваши союзники в оппозиционных силах Сирии категорически выступают против участия в мирном процессе? Спасибо. В Сирии на земле немало стран представлено своими военными, своими вооруженными силами, которые туда вошли без согласия сирийского руководства. В общем-то, с согласия сирийского руководства там находятся только российские и иранские контингенты. И это реальность. Хочу отметить, что сирийское правительство проявляет очень такой взвешенный, прагматичный подход. Вы наверняка слышали заявление из Дамаска о том, что они готовы сотрудничать со всеми, кто хочет бороться с терроризмом. И, естественно, нужно договариваться о том, как это лучше делать. Я думаю, что это правильный подход. Думаю, что постепенно все, кто имеет свой спецназ или какие-то другие подразделения вооруженных сил на земле в Сирии, должны будут осознать, нужно выбирать приоритеты. И выбирая приоритеты, я уверен, все не смогут обойти проблему террористов ИГИЛ и Джабхат Ан-Нусра. Если кто-то поначалу планировал как-то использовать эти силы для того, чтобы ослабить режим Асада, то теперь все понимают, что нельзя наступать на эти грабли. Так было в Афганистане, так было в Ираке, когда подобные попытки предпринимались. Так было в Ливии, и это все сейчас аукается далеко за пределами ливийского государства, да и само ливийское государство наладом дышит. И мне кажется, что прагматизм и опора на коренные национальные интересы всех, без исключения государств, помогут нам в конечном итоге сконцентрироваться на борьбе с общим врагом. А то, что касается различных аспектов турецкого присутствия на сирийской территории, включая курдский фактор, о котором так много сегодня пишут, мы сегодня с американскими коллегами подтвердили необходимость срочного возобновления, начала политического процесса, в котором должны участвовать все, без исключения, сирийские стороны. И я убежден, что курды должны быть в этом процессе полноценно представлены, курды должны оставаться частью сирийского государства, и курды должны быть частью решения проблемы, а не фактором, который будет использоваться для того, чтобы Сирию расколоть, потому что это повлечет за собой такую цепную реакцию по всему региону. Никто в этом не заинтересован. Спасибо. Спасибо, everybody. That concludes the press conference. Большое спасибо. На этом пресс-конференции закончены. I apologize. Let me just say to you very quickly. I'm sorry. Извините, хотел бы вкратце вам подчеркнуть. Мы за единую Сирию. Мы не поддерживаем независимых курдов, независимых курдов, независимых курдов и цариев, конечно. Работа с ними велась в ограниченном плане, как многие из вас знают. Мы не поддерживаем их курдов и силы на очень ограниченной основе. Мы считаем, что сотрудничали ступы. В частности, мы должны успешить полное и четкое понимание правил. Это хорошо понималось. Сейчас, по отношению к информации, по крайней мере, хорошо чувствительность, что мы с президентом Байден так же мы могли работать с теми, что мы должны работать и работать мотивами по нашей коротворце за комплексивной Сирии, и в мере изыскать такого решения. Спасибо.